Вас приветствует информационная служба 1-го Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. Жительница города Караганды Нелли Миллер приобрела дорогой автомобиль, однако покататься на железном коне так и не удалось. В чем причина? Смотрите репортажи Амины Смаковой. Отдел дорожной полиции проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Взыскаемость». Что же это такое, расскажет Марк Бишко. Тимиртау с рабочим визитом посетил премьер-министр Республики Казахстан Серик Ахметов. К сожалению, в последнее время наблюдается снижение производственных показателей на кандидате. 3,5 миллиона тенге отдала Карагандинка за новый автомобиль, который оказался с дефекта. Царапины на кузове явно указывают на то, что машина уже успела побывать в ремонтной мастерской. В автосалоне дефектные машины открещиваются, утверждая, что женщина сама повредила авто. Амина Смакова разбиралась в проблеме. Нелли Миллер чуть больше месяца назад купила новый автомобиль в одном из автосалонов города. Вот только радость от покупки продлилась недолго. Еще даже не оформив транспорт в ГАИ, женщина с ужасом обнаружила на капоте и крыле машины дефекты. Ничего не сказали, просто посмотрели. Сказали, примут заявку только в письменном виде. Я тут же написала им эту заявку в письменном виде, зарегистрировала и оставила у них. Все сказали, ответ дадут в течение 10 дней. В автосалоне принимать проданный товар обратно отказались. Там женщине пояснили, акт приема передачи был подписан обеими сторонами. А дефекты могли появиться уже после того, как покупатель забрал авто из салона. Эксперты из общества по защите прав потребителей факт повреждения транспорта после покупки считают абсурдным. Любой эксперт подтвердит, что за такой промежуток времени, менее чем за 24 часа, произвести вот эти действия невозможно. Более того, если бы это даже и произошло, вторая половина дня, это только на следующий день можно было начать, потому что в 12 часов ночи никто работать не будет. Если, конечно, потребитель не имеет свои собственные лакопокрасочные салоны, ночью в 12 часов ночи до утра сидеть, заниматься костоправкой и ремонтом. То есть, следовательно, отсюда, я думаю, ясно-понятно, что товар был изначально проданный, дефектованный. Между тем, в автосалоне пошли женщине навстречу. Они предложили покупательнице устранить повреждения за свой счет, принимая во внимание малый срок эксплуатации автомобиля. Однако женщину это не устраивает. Крагандинка уже готовит документы в суд. Исковое заявление уже подано. По мнению опытного специалиста, судебное разбирательство разрешит проблему женщины. Мы вместе с Нелли Миллер будем следить за ходом событий. Амина Смакова, Карат Рашидов, Марат Култенов. Первый Карагандинский. Как уже сообщалось, премьер-министр Республики Казахстан Сирик Ахметов во вторник, 16 июля, посетил с рабочей поездкой город Тимиртау. Целью поездки был анализ ситуации на металлургическом комбинате Арселор Миттал Тимиртау. Выработка пути решения проблем. Акционерное общество Арселор Миттал Тимиртау входит в состав транснациональной компании Арселор Миттал и является крупнейшим предприятием горнометаллургического сектора в Казахстане. В его состав входят металлургический комбинат в Тимиртау, 8 угольных шахт в Карагандинской области, 4 рудника по добыче железной руды в Акмолинской, Кастанайской и нашей областях. Премьер-министр Республики Казахстан Сирик Ахметов побывал на месте последней аварии, где разрушилась дымовая труба коксовой батареи номер 5. Это случилось не так давно. Поинтересовался восстановительными работами. Сирик Ахметов осмотрел и объект газоочистки конвертера номер 1. Акционерному обществу Арселор Миттал Тимиртау необходимо разработать концепцию диверсификации и модернизации производства. К такому выводу пришел премьер-министр. К сожалению, в последнее время наблюдается снижение производственных показателей на комбинате. Мы это знаем, видим, мониторим. В основном, конечно, это за счет глобальных процессов снижения рыбок потребления продукции комбината. Но и, знаешь, черт комбината нестабильной работы – это высокая аварийность. Арселор Миттал Тимиртау может занять определенную нишу в поставке продукции для отечественного автомобилестроения. При этом компания могла бы воспользоваться государственной поддержкой в рамках имеющихся программ. До сего дня Арселор Миттал Тимиртау обеспечивает потребности внутреннего рынка всего на 24,5%. Компания слабо использует возможности обеспечения потребностей нефтегазовой отрасли. Надо гибче проводить политику менеджмента. Сегодня общая потребность продукции черной металлургии в Казахстане за 2012 год составила 2,6 миллиона тонн, при импорте – 1,9 миллиона. При этом Арселор Миттал Тимиртау поставил на внутренний рынок Казахстана 639 тысяч тонн металлопродукции, а на экспорт – более 2 миллионов тонн. Мы, конечно, с правительством программа, мы работаем в разные комиссии, работаем на то, как витязь кризиса Арселор Митталл. Ну и ожидаем, что министры, которые здесь, господин Рау, министр труда и социальной защиты, министр экологии, посмотрим, в чем можем нам Арселор Митталл помочь и в какие меры мы делаем. О социально-экономическом развитии Тимиртау и Карагандинской области в целом премьер-министру доложил Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев. Несколько увеличились объемы производства промышленной продукции, агропромышленного комплекса и вводимого жилья. В полтора раза возросли инвестиции в основной капитал. Количество активных субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 5%. Вместе с тем имеет спад производства в обрабатывающей отрасли. Это связано со снижением содержания меди в руде по корпорации «Казахмыс», потерей рынков сбыта в иранском направлении и высокой аварийностью на производстве Арселор Митталл-Тимиртау. Развитию региона способствует поддержка государства через отраслевые программы. Так, в рамках реализации доставки отраслевых программ будет открыто 377 новых производств, создание 51 тысяч новых рабочих мест. Наибольший охват населения и объем финансирования приходится на реализацию программы развития моногородов. Ее результаты коснутся практически каждого второго жителя области. К 2015 году рост объема промышленного производства прогнозируется не менее 22%, с учетом реализации 14 якорных проектов. Показатель безработицы не превысит 5,1%. Доля населения с доходом ниже прожиточного минимума снизится до 3%. В результате будет обеспечено повышение качества жизни населения моногородов, перспектива дальнейшего развития и создания новых точек роста. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Сотрудники дорожной полиции начали взыскивать штрафы рейдовым методом. В областном ГАИ состоялось открытие оперативно-профилактического мероприятия «Взыскаемость». С 17 по 19 июля на территории города сотрудники дорожной полиции вместе с судоисполнителями проведут ряд мероприятий, среди которых проверки автомобилей на дорогах и адресные объезды злостных неплательщиков. На первом рейде побывал Марк Бюршко. Все, данная аквитанция будет внесена в базу данных, и материалы будут погашены. Владимир Сысоев – сотрудник компании «Горсвет» среди тех, кто не стал дожидаться, когда к нему нагряднут судоисполнители. Что называется, исключение из правил. Узнав о штрафе, мужчина немедленно его оплатил. При проверке было выявлено, что у меня одно транспортное средство было выпущено не в исправном состоянии. Поэтому был на меня наложен штраф в размере 10 МРП. Ну, я сразу оплатил его в течение 10 дней. Ну и всем советую. Мирно! Оперативно-профилактическое мероприятие «Взыскаемость» продлится 3 дня. В указанный период в его рамках на территории Караганды будут проведены рейдовые мероприятия. Их главная цель – соблюдение административного законодательства. Таким образом, судоисполнители и сотрудники дорожной полиции хотят повысить уровень взыскания штрафов, если те не будут погашены в течение положенных 40 дней. Из прошлых рейдов, скажем, если мы два экипажа по городу стояли, каждый экипаж проверял по примерно 150-170 машин, ну, из них примерно десятки выходили нарушителей. Ну, все-таки это поменьше мероприятий, чем сегодняшний ОПМ, я думаю. При выявлении подобных лиц принять все необходимые законные меры по взысканию штрафов. В рамках мероприятия на дорогах города выставлены совместные с представителями Департамента исполнения судебных актов посты дорожной полиции, проложены маршруты патрулирования. Одни осуществляли контроль на линии, другие проводят адресные выезды. Третьи нагрянулись проверкой к должностным лицам, которые, к слову, также грешат неоплаченными штрафами. Ну, эта акция, в принципе, не первый раз проводится, но мы непосредственно на линии выявляли совместно с судоисполнителями, а вот именно по дворовой обход, а также вот по должностным лицам будет проводиться. Я думаю, теперь на постоянной основе. Если водитель не оплатит штраф в течение 10 рабочих дней после уведомления, он попадает в список неплательщиков. В этом случае транспорт должен быть водворен на штрафную стоянку. Там авто проводит до тех пор, пока задолженность не будет погашена. Беседуем с руководством, доводим, беседуем с должниками, что в дальнейшем к ним будет, они будут вызваны, в случае неисполнения будут вызваны в суд и описано какое-то конкретное имущество данных предприятий. Организаторы мероприятия рассказывают, что подобные рейсы приносят хорошие плоды, поэтому в ближайшем будущем они будут проводиться регулярно. А вот сотрудники Кировского отдела полиции задержали 26-летнего гражданина России. По данным пресс-службы ДВД, подозреваемый неоднократно совершал в Караганде тяжкие преступления. 16 июля в ходе проведения оперативных мероприятий житель Ростовской области был задержан. Молодой человек сразу признался в том, что совершил ряд преступлений. Накануне он ограбил 22-летнюю девушку. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции задержан 26-летний житель Ростовской области Российской Федерации, который подозревается в совершении ряда преступлений в городе Караганде. Содержанный во дворе он в изоляторе временного задержания ведется следствие. Синоптики прогнозируют в Караганде град. В ближайшие дни солнца баловать горожан не будет. Непогода продлится до конца недели. Ветер по-прежнему будет сильным и порывистым до 15-20 метров в секунду, говорят местные метеорологи. В некоторых частях региона возможен град. Днем также при грозе возможен град. Это преимущество на севере области. 20 июля уже на западе северной области мы ждем дождь. Также грозой и возможен град. Теперь, что касается температуры, то у нас температура невысокая. Повезительно где-то ночью у нас будет 7-12 местами, 15-20 на юге области. А днем 19-24 местами 26-31 тепла. Выпуск продолжит новости спорта. О них расскажет мой коллега Берик Копаров. Берик, тебе слово. Историческая победа шахтера. Об этом и другом через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Allugal. Чемпион Казахстана Караганинский Шахтер в рамках второго отборочного раунда Лиги Чемпионов в выездной игре сумел переиграть Борисовский Батэ со счетом 1-0. При поддержке областного Акимата и Управления спорта на площади перед ДК Горняков была организована прямая трансляция матча на большом светодиодном экране. Несколько тысяч болельщиков заранее оккупировали все самые удобные места перед экраном. В воздухе ощущалась бешеная энергетика и настрой на позитивный исход матча. По поводу матча ждем. Батэ очень серьезный соперник. Хотелось бы, конечно, достойно выглядеть. Не теряем надежду, чтобы пройти первый коллекционный раунд. Так что хотелось бы, чтобы с честью и достоинством вышли. Первый тайм проходил под территориальным преимуществом Батэ, но никаких дивидендов борисовчане из этого так и не получили. После 45 минут счет 0-0. В перерыве нам удалось немного побеседовать с официальным представителем футбольного клуба «Шахтер», присутствующим на трансляции, старшим администратором команды Аяжаном Махажановым. Надо выразить свою благодарность. Я выражаю свою благодарность от футбольного клуба «Шахтер», руководству области, руководству областного спортивного комитета за данное мероприятие. Надо выразить благодарность нашим болельщикам, которые поддерживают нашу команду. Вы сами видите и флаги, и крики. И все это говорит о том, что «Шахтер» ценят, «Шахтер» любят в городе. Начало второго тайма ознаменовалось мощнейшим выбросом серотонинов, кровь, голову и сердца всех болельщиков, пришедших на площадь в этот вечер. К счастью, до финального свистка счет в матче так и не изменился. Толпа беснущихся фанатов взорвалась во второй раз. Буквально только что чемпион Казахстана, карагандинский «Шахтер» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов одержал историческую победу. Был повержен белорусский «Бате», в свое время обыгрывавший такие клубы, как «Бавария». Карагандинцы намного уступали в игре, но одержали такую важную, нужную победу. Вперед, «Шахтер»! Карагандинский международный аэропорт «Царарка» уже сегодня в 7 часов утра встречал своих героев. «Шахтер» вышел к журналистам и болельщикам, пришедших встретить свою команду, уставшими, но очень довольными собой. Ответ на игра состоится во вторник, 23 июля, на стадионе «Шахтер». Итоговый успех зависит от каждого болельщика. Приходи и поддержи свою команду. Вперед, «Шахтер», вперед, «Караганда». Пока профессиональные футболисты покоряют Европу, тренера специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по футболу «Жастар» готовят новое поколение футболистов. На стадионе «Шахтер» все лето проходят мастер-классы для разных возрастных групп. На одном из таких занятий побывал наш корреспондент Сергей Журавлев. Сегодня на тренировочных полях стадиона «Шахтер» детско-юношеская спортивная школа «Жастар» проводит летние мастер-классы для маленьких ребят. Тренеры школы по футболу «Жастар» собирают группы ребят по 12 человек и проводят занятия по новым тренировочным технологиям, давая юным футболистам сложные физические и тактические задания. Сегодня мастер-класс был проведен для футболистов 98-2000 годов рождения. Юные спортсмены с энтузиазмом принялись за выполнение интересных упражнений. Посетить тренировки опытных наставников юные дарования могут благодаря летней детской программе по развитию спорта в регионе. Чтобы поставили планы и провели мастер-класс по всем видам. Вот мы на сегодняшний день уже второй мастер-класс проводим воздушно-ржастар по футболу. Радостные спортсмены внимательно слушали и выполняли все указания тренеров. Насколько интересно и сложно упражняться по новой программе, мы выясняли у самих футболистов. Мне нравятся тренировки. Я хожу уже полтора года. Тут бывают сложные занятия, бывают легкие. У нас идут по понедельник, среда, пятница, а по воскресенье мы играем в футбол. На этом спортивные новости среды подошли к концу. Берегите себя и занимайтесь спортом. Спасибо, Берег. Это все новости на сегодня. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман, спасибо за просмотр!